Теперь переходим к нормальному вебинару. Если я вас еще не расшугал, то есть если кто-то пошел с дробными идеями. Ну ничего, кто останется, это значит останется. Так, смотрите, на этом начале звучит как анекдот. Очень интересный анекдот. Есть такой очень популярный вебинар, сайт очень крупный, с ним сотрудничает от моего имени Троценко Павел Николаевич, он же издатель и сайта моих книг. Вот этот, вот он видите, очень крупный, очень авторитетный. И получился анекдот, в чем он выражается. Значит был объявлен конкурс, в котором я не участвовал и участвовать не собирался. Меня практически подставил Павел, он прислал мне вопрос от имени этого сайта, мол, ну как все-таки я какой-то популярности имею. Вот, мол, а подготовка к зиме в чем выражается? Ну вы уже знаете меня, никто со ствола не упадет. Я ответил всего одной фразой, одна строчка. Подготовка к зиме заключается в том, что ничего делать не надо. А дальше случилось невероятное. Я, оказывается, выиграл конкурс, думаешь, а ответ я с этой строчкой. Вот. Мы еще не рады будем вспоминать это, потому что против нее существует гигантская литература по уничтожению садов. Против нескольких моих строчек. Вот. Как мне еще на книгу дается напечатать, непонятно. При том, что практически ничего в саду делать не надо. Так вот, значит, присылает мне подарок этот сайт. Да, настоящий подарок. Как победителю конкурса. Вот он. Это очень красивая книга, толстая, иллюстрированная. В руках держать подарок. Но она мне не нужна. Почему? Я цветоводством не занимаюсь. Она мне пролежит 10-100 лет. Вот. Я решил ее, как бы, продать. Как бы. Почему? Допустим, кто-то мне пришел, скажет. Да, я цветовод. Я с удовольствием куплю. Я могу даже расписаться на ней. Не как автор, а как, как бы сказать, как победитель конкурса. Вот. И попросил за нее, допустим, 500 рублей. Рублей 300. Она тут тяжелая на пересылку. Если кто-то эти деньги за книгу мне пришел, значит, я ее просто... Впереди Новый год. Вот. Впереди дети, которым не видать подарков. Вы меня поняли, да? Вот. Значит, вот эта книга, которая, подарок мой, превратился в подарок для кого-то из детей, из небогатой семьи. Идем дальше. Значит, надеюсь, что кто-то все-таки, кто-то все-таки мне ее купит. Вот. Честно, мной заработанная книга. Одна фраза. Продолжение следует...